Девушки отдыхают В школе, как всегда, очень много дел. Нужно успеть поставить лайки новым фоткам, обсудить, что мы делали на каникулах и придумать новые пранки над учителем. Кстати, а вот она. Срочно прячемся веселье под порту. Ой, кто это? Знакомьтесь, это наш новый педагог, мисс Элизабет. Вот это да, она нам уже нравится. А где наша старая добрая Марья Ивановна? Видимо, еще не вернулась из отпуска. Даже новый преподаватель не избавит нас от старых привычек. Жевать на уроке – это уже традиция. У Синди есть жвачка. Но мы не знаем, как отреагирует на нее новая учительница, поэтому используем секретный кейс для жевательной резинки. Держатель для скотча окрашиваем акриловой краской. Надеваем на держатель кольцо из бумажной полоски и наматываем на него ленту жвачки Хуба-Буба. Собираем держатель и вытягиваем конец жвачки. Моя жвачка спрятана надежно. Вместо скотча – Хуба-Буба. Но, мисс Элизабет, не проведешь. А вот это мне нравится. Пожалуй, оставлю себе. Она берет скотч, отламывает кусочек и отправляет в рот. Новая учительница тоже не прочно надуть. Большой пузырь на уроке. Синди стирает карандаш обычным ластиком. Как скучно. Вот возьми мой сладкий ластик Мамба. Четыре жевательные конфеты склеиваем между собой на желатиновый клей. Заворачиваем блок в картонную ленту с названием ластика. Фиксируем термоклеем. Синди не понимает, что особенного в моей стерке, да ведь она сделана из жвачки. Элизабет срочно понадобился ластик. Где же он? Придется просить у девочек. Она ненароком берет жевательный ластик. Ох, сейчас раскроется наш секрет. Но учительница и сама любит Мамбу. Она с удовольствием съедает всю конфету. Рыжуля срочно понадобился нож. Она хочет обрезать все хвосты в учебе. Но у Синди нет подходящего лезвия. Быть может, у мисс Элизабет есть нож. Желейную конфету-ленту раскатываем и обрезаем под углом. Отрезаем лишнее по ширине лезвия канцелярского ножа. Прокалываем круглое отверстие снизу. Разбираем канцелярский нож. Крепим вместо лезвия конфету. И вставляем ее в корпус. У нашей новой преподавательницы есть не только острый взгляд, но и острый нож. Она любезно дает нам радужное лезвие. Я вытаскиваю нож, похоже на канцтовары для единорога. Ножик подозрительно гнется и пахнет конфетой. Говорят, с ножа есть нельзя. Зато лезвие этого ножа так и хочется откусить. Мисс Элизабет тоже умеет подшутить над новыми ученицами. Куколка пронесла еду в школу прямо на себе. Она сделала сладкую брошь. Не бойся, новая преподавательница не будет против. Мастику раскатываем в круг. Термоклеем крепим застежку-булавку на полоски фетра. Обрезаем края с помощью круглой формы. Смазываем мастику кондитерским клеем. И крепим к брошке маленькие конфеты разных форм и цветов. Куколка боится, что новая учительница отберет ее украшение. Но мисс Элизабет сама обожает желейные конфеты. К сожалению, ее пачка уже пустая. Зато она видит сладкую брошь на ученице. Отлично. Рыжуля уверяет подругу, что бояться нечего. Новая учительница очень лояльна к сладостям на уроке. Она совсем не ругает куколку за брошь. Наоборот, просит поделиться с ней. Считайте, что это учительский налог на сладость в школе. Теперь можно спокойно есть конфетки. Вот видишь, я же говорила, она такая милашка. Куколка обожает пончики. Жаль, что этот пончик на ручке нельзя съесть. Но с нашей новой учительницей возможно все. Когда куколка отпрашивается выйти, мисс Элизабет готовит сладкий пранк над ученицей. Сухое желе разводим водой и перемешиваем. В круглую форму для пончиков насыпаем кондитерскую посыпку. И заливаем сверху желе. Оставляем застывать. Рыжуля в сговоре с новой учительницей. Они подкладывают ручку с желейным пончиком на порту куколки. Какой аппетитный. Куколка возвращается в класс. И где же ее ручка? Что это? Неужели вместо резиновой насадки на ее ручке появился желейный пончик? Мисс Элизабет знает, как развеселить учениц. Ладно, куколка, не мучайся. Вот тебе настоящая ручка. А пончик оставим учителю. Нужно склеить аппликацию. Клей подруги, как обычно, странно выглядит. Где она покупает концтовары? В магазине загадочных предметов? Тщательно чистим использованный контейнер от клея-карандаша. В 10 грамм желатина добавляем сухой пищевой краситель. Всыпаем 10 грамм сахара. И лимонную кислоту. Заливаем водой и перемешиваем. Наливаем желе в стик. И оставляем застывать. Я хочу заклеить лист бумаги. Но Синди забирает свой клей. Это фруктовое желе. Им ничего не склеишь. Зато можно вкусно перекусить на уроке. Ну и жара. От долгого мыслительного процесса девочек бросает в пот. Нужно срочно что-то придумать. Где моя сумка-холодильник? Из розового фетра вырезаем два прямоугольника. Поменьше и побольше. На прямоугольнике поменьше чуть скругляем одну сторону. Приклеиваем детали на отрезок черного фетра термопистолетом. Наносим клей на дно и боковые стороны по краю, чтобы получились два кармашка. Обрезаем лишнее. На черном фоамиране обводим верхний изгиб. И вырезаем три полоски. Приклеиваем их сверху на розовый фетр. Добавляем остальные детали из черного фоамирана, чтобы имитировать дверцу холодильника. Крепим застежки-липучки на верхнюю часть кармашков. Из черного фетра вырезаем вторую сторону, боковые стенки и дно сумки. Склеиваем термоклеем. Добавляем фетровую ручку. Распечатываем название отделения холодильника. И приклеиваем на нижний кармашек название холодильник, а на верхний – морозилка. Синди достает свою сумку в форме холодильника. И как по волшебству, вынимает из морозильного кармашка эскимо. Как раз то, что нужно в этом жарком классе. А в холодильном отделении ее ждет шоколадный батончик. Какая удобная сумочка. Сразу понятно, что внутри лежит перекус. Уроки закончились, пора домой. Рыжуля собирает свои принадлежности в пенал. Но это не просто пенал, а большой желтый кусочек сыра. Из желтого фоамирана вырезаем детали для пенала. Прямоугольники шириной 7 сантиметров. Продолговатые равнобедренные треугольники с основанием 10 сантиметров. И прямоугольники размером 7 на 10 сантиметров. Склеиваем детали между собой термоклеем, чтобы получился треугольный кусок сыра. Для этого к треугольнику приклеиваем две прямоугольные стенки. Добавляем еще один треугольник. Собираем объемную фигуру. Закрываем заднюю стенку. На вершину объемного треугольника приклеиваем липучку. Второй комплект деталей прокалываем дыроколом. Имитируем дырки на сыре. Оклеиваем перфорированными деталями сырный пенал. И почему Ружуля так долго скрывала свой пенал? Этот пенал-промезан отлично смотрится в кадре. С ним получается вкусное фото. Мисс Элизабет тоже замечает сыр. Новая ученица ей понравились. Они такие же веселые, как и она. Поэтому она решает сделать им сюрприз. Вместо сырного пенала – настоящие сэндвичи с сыром. И до новых встреч в школе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова